Господа, всем добрый день. Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Тема сегодняшнего вебинара – Аксилот ТМС – управление транспортным и перевозками. Работа с новым картографическим сервисом. Итак, мы начинаем. Ведущими вебинарами выступят я, Константин Старовойтов, менеджер по работе с клиентами, Михайлова Наталья, ведущий консультант ТМС, и Жиряков Вячеслав, ведущий консультант ТМС. По традиции, вначале пару слов о компании. Компания Аксилот работает на рынке информационной технологии с 1998 года. За время, прошедшего с момента создания, мы добились того, что наша компания стала устойчиво ассоциироваться с инновациями, масштабными проектами и умением найти подход к решению нетривиальных задач клиента. Аксилот сегодня относится к числу успешных и авторитетных компаний, занимающихся автоматизацией, управлением и учетом. К любому проекту мы подходим комплексно. То есть, не ограничиваемся только автоматизацией, но также обеспечиваем заказчика услугами в области IT-консалтинга. Компания Аксилот занимает ведущие позиции по многим этим направлениям, из которых укрупненно можно выделить три. Первое – это логистическое. В рамках данного направления компания Аксилот занимается автоматизацией складской и транспортной логистики, используя такие программные решения, как 1С ВМС логистика управления складом и Аксилот ТМС управления транспортом и перевозками. Второе – это корпоративное направление. В рамках данного направления специалисты компании Аксилот выполняют проекты по автоматизации финансового учета, документа оборота, продаж, закупок и других участков деятельности компании. И третье, самое молодое направление – это композитные решения собственной разработки. Сюда можно отнести такие продукты, как 1С НСИ в правилении нормативной информации и Аксилот ЕСБ – сервис наношения данных. В ходе проектов Аксилот оказывает полный спектр услуг в сфере автоматизации. Мы предоставляем услуги в области IT-консалтинга, занимаемся проектированием и оптимизацией высоконагруженных систем, также поставляем необходимое оборудование под ключ. И что очень важно, мы не бросаем наших клиентов по завершению проекта, а оказываем техническую поддержку в режиме 24 на 7. В работе нам помогают наши партнеры. Являясь инновационной компанией, мы всегда ищем лучшие технологии для своих решений. Многие наши решения базируются на миксе разных технологий. Например, при внедрении решения для автоматизации вкладской логистики, мы используем терминал сбора данных, Wi-Fi оборудования, принтеры этикеток от компании Zebra. А также и сервисное оборудование от компании IBM. На слайде вы можете увидеть краткий список наших партнеров. В рамках корпоративного направления с нами сотрудничают крупнейшие аудиторские и консалтинговые компании, в том числе представители большой четверки. О наших проектах данные компании являются методологами, что гарантирует применение мировых практик для бизнеса наших клиентов. Одним из наших основных партнеров является компания 1С. За период 18-летней истории компания Axelot в рамках сотрудничества с компанией 1С достигла ряда важных статусов, перечень которых можете посмотреть на слайде. Кто очень гордится компания Axelot – это список наших довольных клиентов. Мы успешно реализовали ряд проектов не только для малого и среднего бизнеса, но также для транснациональных и крупных российских предприятий. Сфера деятельности наших клиентов разнообразна, начиная от энергетики и заканчивая химической промышленностью. Важно отметить, что почти 100% наших заказчиков приходят к нам по рекомендации от уже существующих клиентов. В ходе проектов автоматизации Axelot использует различные программные продукты, разработанные совместно с компанией 1С. Это позволяет совмещать высокую производительность платформы 1С и наши многочисленные знания в сфере информационных технологий. Перечень совместных продуктов можете увидеть на данном слайде. Помимо совместных решений с компанией 1С, Axelot занимается разработкой собственных программных продуктов. Например, это Axelot ESB сервисная шина данных, которая применяется для интеграции информационных систем и повышает их общую производительность. Также это собственное решение по управлению транспортом и перевозками Axelot MS. Конкретно о нем мы сегодня поговорим поподробнее. Axelot MS управление транспортом и перевозками состоит из четырех модулей. Первое – модули проявления перевозками. Второе – модули проявления транспортом. Третье – модули спутникового мониторинга. Четвертое – модули Android клиента. Axelot MS работает с несколькими картографическими сервисами. Во-первых, это новинка Axelot Maps, это CityGit, это всем известные Яндекс-карты, Google Maps и OpenStreetMap. В системе есть возможность проведения тендера и выбора наиболее выгодного перевозчика с его предложениями. В системе мы можем контролировать исполнение рейсов либо посредством спутникового мониторинга, либо посредством Android клиента для водителей. В системе мы можем учитывать ГСМ, то есть все виды ГСМ – топливо, омывающие, охлаждающие жидкости и прочее. Мы можем задавать нормы расхода ГСМ, учитывать заправки и сливы топлива, а также анализировать все затраты на перевозку. В системе мы имеем возможность консолидировать все имеющиеся затраты и анализировать их по доходам, затратам, по любым разрезам времени. Аксилот ТМС, управление транспортными перевозками, официально включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. С точки зрения сотрудничества с компанией Аксилот, это всегда комфортные условия. То есть мы стремимся понять потребности каждого нашего клиента и вместе найти подход к решению его задач. Каждое принятое нам решение – это оптимальное сочетание накопленного опыта и новых разработок. Мы отвечаем за качество, мы отвечаем за результат, и в принципе все наши проекты довольно успешны. Главный наш принцип – это максимальная прозрачность и понятность наших действий для клиента. Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту, и это именно то, что отличает нас от других компаний. Также наша компания стабильна и финансово устойчива. Мы компетентны в том, что мы делаем. У нас есть огромный выделенный штат сотрудников, там и консультантов, и разработчиков, и архитекторов. Мы имеем опыт построения высоконагруженных систем, можем делать отраслевую экспертизу, а также оказываем поддержку в режиме 2.4 на 7. Я передаю слово своим коллегам. Начнет у нас Наталья, и уже конкретно расскажет о программе, покажет ее функционал. Добрый день, коллеги. Сейчас поподробнее о возможностях нашей системы покажем более подробно уже в ней самой. Как говорилось ранее, система состоит из нескольких модулей. Это модуль по управлению перевозками, модуль по управлению собственным транспортом, спутником, мониторингом и Android клиент. Сама система состоит из нескольких разделов. Это управление заявками, планирование рейсов, исполнение рейсов, управление собственным транспортом, учет ДСМ и, собственно, настройки самой системы в части нормативно-справочной информации. Изначально работа в системе начинается с поступления заявки на перевозку. Сама заявка на перевозку выглядит следующим образом. Указывается заказчик перевозки, указывается маршрут следования, это отправление груза, получение груза. На закладке маршрута, в подкладке отправления груза указывается конкретно адрес, откуда необходимо забрать груз. Система может учитывать временное окно отправления груза или ссылаться на график работы точки. И также в получении груза на закладке маршрута указывается адрес получения, также временное окно доставки либо график работы конкретной точки. На закладке груз указывается информация о грузовых местах. Система может вести учет по каждому отдельному грузу, либо учитывать груз целиком, используя при этом показатели по массе, по объему, количеству мест, либо количеству метров. Также в системе есть возможность учитывать груз груз в разрезе товарного состава и учитывать это, соответственно, также в заявке. Также в заявке на перевозку груза мы можем указать дополнительную операцию, которую необходимо произвести в точке. По этой дополнительной операции указывается время исполнения этой операции, которая будет учитываться при планировании данной заявки в рейс. На закладке «Плановые доходы» по данной конкретной заявке мы можем рассчитать доход по этой заявке. Расчет дохода ведется на основании соглашения, заключенного с заказчиком перевозки, где указывается период действия данного соглашения, статья о доходах, куда будет отнесен этот доход. На основании данного соглашения в системе настраиваются гибкие правила расчета тарифов. Если мы сейчас возьмем правило, например, для заказчика перевозки, в системе возможно настроить формулу, по которой будет рассчитываться тариф. В ней довольно-таки много показателей, на которые может основываться сама формула при расчете того или иного тарифа. Используются стандартные функции и, возможно, настраивает шкалы, в которые система будет в дальнейшем опираться при расчете той или иной заявки. Соответственно, при составлении данных правил расчета мы можем рассчитать плановый доход по каждой конкретной заявке. Также в заявке на перевозку груза возможно указывать мультимодальную цепь поставок. Это цепь, которая настраивается в системе, где мы указываем начальную точку отправления, перевалочный хаб и, соответственно, либо зону, либо зону с адресом получения. На основании таких заявок на перевозку груза в системе будет сформировано два задания. Первое задание – это доставить груз на перевалочный пункт, а второе – это уже осуществить непосредственно на развоз по какому-либо региону. Также в заявке на перевозку груза можно указать услуги инкассации. Если необходимо, например, в какой-то заявке произвести забор каких-то денежных средств непосредственно у грузополучателя. На основании заявки на перевозку груза в системе формируется задание на перевозку груза. Главное отличие, как я уже говорила, в заявке мы указываем плановые доходы, можем указать цепь поставок, можем сразу указать несколько адресов отправления или получения груза. В задании же мы указываем конкретно точку отправления, точку получения. То есть это непосредственная задача, которую необходимо в дальнейшем исполнить при планировании рейсов. Задание, в принципе, наследует в себя ту же информацию, что и заявка за исключением вышеперечисленных показателей. То есть есть маршрут, откуда нам необходимо доставить груз, информация о грузовых местах, дополнительные операции, если они указывались в заявке, ну и, соответственно, на закладке дополнительных, что в задании, что в заявке указываются дополнительные параметры по автору документа, менеджеру, который обрабатывает тот или иной документ в какой-то корпоративной системе. Также хотелось бы отметить, что заявка на перевозку груза в систему Axelot MS может поступать несколькими способами. Это, например, загрузка из какой-либо корпоративной системы, будь то ERP, будь то WMS, а также может загружаться из каких-то сайтов путем операционных настроек, либо создаваться непосредственно из списка вручную. Соответственно, заявка поступила, задания сформированы. Также хотелось бы отметить, что задания не обязательно создавать вручную, они могут создаваться на основании событий, также настроены в системе, которая отрабатывает по регламентному заданию. После того, как у нас статус заявки встал в статус к планированию, мы можем перейти непосредственно к планированию рейсов. Для этого в системе используется отдельное рабочее место, планирование рейсов. Само рабочее место состоит из нескольких частей. Это, собственно, картографический сервис, это параметры настройки, соответственно, это список заданий и дерево рейсов, так называемое. Для того, чтобы, соответственно, приступить к планированию рейсов, необходимо установить период планирования. Здесь, соответственно, мы выбираем, можем указать какой-то произвольный алгоритм, либо завести период планирования, основываясь на количестве каких-то дней, то есть до и после определенной даты. Выбираем вид перевозки, соответственно, все заявки на перевозку груза и, соответственно, на задания в системе разделены видами перевозок. Вот здесь, например, в данной базе мы разделили развоз по Москве и Московской области, развоз по регионам, по отдельным видам перевозок. Для того, чтобы при планировании у нас не учитывался полный пул заявок, был такой своеобразный фильтр. В виде перевозки указываются настройки по обработке заявок на перевозку груза, заданий, соответственно, настройки рейса учитываются также в виде перевозки. Соответственно, когда мы отфильтровали виды перевозок в список заявок, у нас попадают только те заявки, которые необходимо спланировать. А вариантами настроек мы, например, в данном конкретном случае можем разграничить, как здесь показано, развоз по нескольким регионам, а здесь указаны именно субъекты федерации. Чтобы мы, в принципе, не планировали все заявки, мы можем их разграничить конкретным именно субъектом. То есть более детальный фильтр по заявкам на перевозку груза по заданию. Для того, чтобы далее приступить к планированию, необходимо установить параметры планирования. Это дополнительное также ограничение для планирования рейсов. Здесь указывается метод решения задач маршрутизации транспорта, устанавливается возможность учета временных окон, указывается оптимизируемый показатель, максимальный процент загрузки транспортного средства. Возможно при использовании собственного транспорта учитывать доступность географических зон для транспорта, учитывать расписание работы транспортных средств, учитывать графики работы основных водителей, а также дополнительное ограничение по количеству сформированных рейсов, по количеству точек в рейсе. Можем ограничивать длину рейса. В данном случае это ограничение по километражу. Если мы изменим варианты оптимизации, то можем также ограничить длину рейса временем. После того, как мы установили параметры планирования, в фоновом режиме система рассчитывает расстояние между теми заданиями, которые необходимо распланировать в рейсе. Также для того, чтобы мы перешли к планированию рейса, необходимо установить транспортные средства, которые будут участвовать в планировании рейсов. Система может работать как с реальными транспортными средствами, так и с виртуальными. И, соответственно, тут же она указывает график работы занятости того или иного транспортного средства. В основном это касается собственного транспортного средства. Здесь видно на графике, что транспортные средства у нас в ремонте, либо в рейсе, либо свободны. И плюс также умеют работать с виртуальными транспортными средствами, которые на данный момент подобраны в рабочее место. Соответственно, при рассчитанных расстояниях установленных настройках мы запускаем... Так, период планирования у нас по часам уже превысился. 12 успеваем? Да, успеваем. Система контролирует планирование рейсов именно по текущей дате. Запускаем механизм автоматического планирования на основании тех параметров, которые мы установили. Система сейчас пытается спланировать рейсы по тем заданиям, которые попали в наш список. Соответственно, на основании тех транспортных средств, виртуальных транспортных средств, которые мы подобрали для работы с данными заявками, система нам спланировала рейсы. Каждый рейс мы можем детально рассмотреть на форме редактирования рейса. Сейчас происходит подгрузка картографического сервиса. Чуть поменьше, чтобы было всем видно. Соответственно, здесь система указывает исходные показатели, указывает порядок объезда точки, который необходимо осуществить, и, соответственно, работы, которые необходимо выполнить в той или иной точке. В данном рабочем месте мы можем изменить порядок объезда в той или иной точке, при этом система сразу предложит изменить нам исходные показатели на текущие. Соответственно, мы можем либо согласиться с этими показателями, увидев, что они нам подходят больше, и завершить таким образом редактирование рейса, либо выйти просто из него. Также в этом рабочем месте можно осуществить отмену той или иной точки, если мы видим, что транспортные средства не сможет осуществить полный объезд по тем или иным точкам. Также в системе, в данном рабочем месте, существует возможность планирования рейсов в ручном режиме. Здесь методом множественного выделения мы выделяем определенные точки на карте, выбираем их, устанавливаем доступное транспортное средство либо виртуальное транспортное средство и говорим, что мы эти точки хотим спланировать в рейс. Так как я сейчас это сделала спонтанно, поэтому нам система сразу показывает, что у нас идет превышение по загрузке транспортного средства. Мы можем тут же пересчитать порядок объезда. В данном случае сохранился тем же. Можем осуществить исключение какого-либо груза из рейса. Здесь в ручном режиме система позволяет даже из спланированных автоматов рейсов исключать тот или иной груз либо переносить тот или иной груз для более эффективного исполнения того или иного рейса. После того, как мы произвели планирование рейсов, нам необходимо, как в данном случае, мы все видим на виртуальное транспортное средство, нам необходимо назначить транспортное средство перевозчика и, соответственно, водителя на исполнение рейса. Для этого в системе существует отдельное рабочее место назначение транспортных средств на рейсах. Оно состоит из двух частей. Это, собственно, рейсы, которые мы спланировали. И нижняя часть – это подбор реальных транспортных средств, подбор водителей и оформление тендера. Здесь на основании отборов дополнительно, которые мы можем также установить перед началом работы данным рабочим местом, такие, например, как масса, объем, количество мест, доступность географических зон, даже доступность ресурсов перевозчика, например, ограничить доступность того или иного водителя, если он в какой-нибудь черный список, например, включит, либо транспортных средств, с которыми мы не хотим работать, и это мы учитываем в карточке перевозчика системы, нам не будет уже, соответственно, подбирать такие либо машины, либо водителей в данное рабочее место. Соответственно, тут же происходит в данном рабочем месте на основании данных по рейсу расчет плановых расходов на основании установленных тарифных сеток в системе. Все-таки я до этого показывала тарифные сетки для заказчиков, также настраиваются, соответственно, тарифные сетки правила расчета для перевозчиков. То есть формируется правило расчета, указывается именно та формула, которая будет ссылаться из системы для расчета того или иного показателя. Также в системе ведется гибкая настройка правила распределения, это, соответственно, внутри рейса по каждому заданию мы распределяем ту сумму плановых расходов и фактических расходов, которая была понесена вплоть до заявки. В дальнейшем, чуть-чуть позже, мы покажем в отчетности, как это все выглядит. Соответственно, у нас есть рейс, мы выбрали транспортные средства, мы, соответственно, хотим присвоить данные транспортные средства рейсу, мы можем это сделать вручную, соответственно, также присвоить водителя. Здесь сразу видно, что зеленым подсвечен тот водитель, который является основным водителем по справочнике транспортного средства. Также в данном рабочем месте мы можем не только вручную, но и попросить систему саму подобрать нам транспортные средства путем запуска команд. Система нам предложит на основании наших отборов, которые мы установили, подобрать транспортные средства. Тут же она подобрала сразу уже и водителя. На данные транспортные средства. А здесь можно также множественным выделением выбрать рейсы, которые мы хотим распланировать на транспортные средства перевозчиков. И по команде подобрать транспортные средства распределить уже их на конкретные реальные транспортные средства, которые у нас участвуют в распределении. Соответственно, на закладке тендеры мы можем оформить тендер. Тендер в системе оформляется между теми перевозчиками, с которыми заключены соглашения с организацией. То есть мы выбираем рейс, по команде запросить. В данном конкретном случае у нас участвуют четыре перевозчика. Один из них – это собственная организация перевозчика, я его исключила. И указывает нам сразу, рассчитывает расходы. Соответственно, если они установлены в системе, мы формируем, соответственно, заявки на транспортные средства. Сама заявка на транспортные средства выглядит следующим образом. То есть укажем рейс, время плановое по рейсу, основные характеристики, прочие характеристики, если имеются. Также мы здесь в заявке можем рассчитать плановые расходы и, собственно, отправить данные заявки уже непосредственно перевозчику. Для того, чтобы перевозчик мог их видеть, в системе реализована возможность даже давать, наверное, возможность перевозчикам работать непосредственно в вашей системе. Для этого у перевозчика есть логин и пароль, под которым он заходит непосредственно в свое рабочее место, рабочее место перевозчика, где он видит только свои рейсы. То есть у нас перевозчик, соответственно, под собственными правами и под своим логином попадает к себе, соответственно, на рабочее место. Оповещение перевозчика по поступлению заявки на транспортные средства может происходить несколькими способами. Мы можем, соответственно, непосредственно на рабочее место отправлять эти заявки, и он при входе будет уже видеть поступившие заявки. Можем также дублировать. На основании сформированной заявки формировать письмо, например, на электронный адрес перевозчика, который также указан в справочнике перевозчика в системе. И также можем формировать гиперссылку, пройдя по которой перевозчик авторизируется и подать непосредственно ту заявку, которую мы отправили. Собственно, рабочее место выглядит таким образом. Здесь перевозчик видит свои рейсы, свои заявки, которые к нему поступили. Да, вот до этого показывали заявку. Штучка мешает нам. На основании этой заявки перевозчик может сформировать предложение. Для того, чтобы сформировал предложение, перевозчику было невозможно, ему необходимо указать транспортное средство, которое будет исполнять рейс, указать сотрудника и также может рассчитать плановые расходы, которые принесет организация, если позволит ему исполнять тот или иной рейс. Все заявки, предложения, соответственно, подтверждение заявок в рабочем месте назначения транспортного средства на рейсы возможно видеть в режиме онлайн. То есть здесь мы видим отправленные заявки, видим полученные предложения, видим стоимость перевозки, за которую нам согласен перевозчик оказать те или иные услуги, видим сразу назначенных транспортных средств водителей. На основании полученного предложения мы можем сформировать подтверждение заявки. То есть мы получили предложение одно или несколько и, соответственно, выбрав между теми, которые нам более выгодны, мы, соответственно, подтверждаем заявку на транспортное средство тому или иному перевозчику, который мы считаем для нас выигравшим. И, соответственно, у нас происходит подтверждение заявки. На основании изменения статуса данной заявки мы можем отправить подтверждение перевозчику, чтобы он уже точно зарезервировал транспортные средства, для исполнения нашего рейса. А всем остальным приходит оповещение о том, что, извините, в ваших услугах мы не указываемся, и заявка автоматически приобретает статус отклонена. После того, как мы назначили транспортные средства, рассчитали расходы, необходимо перейти непосредственно к исполнению рейса. Для этого в системе реализовано еще одно рабочее место, это контроль исполнения рейсов. В данном рабочем месте мы видим все рейсы, которые необходимо исполнить. Соответственно, в верхней части это рейсы с их параметрами, и в нижней части это точки с плановыми датами прибытия, начала работы бытия, которые необходимо выполнить. Исполнение рейсов в системе реализовано на основании нескольких способов. Первый – это вручную, непосредственно логистам. Тогда посредством какой-то телефонной связи водитель, приезжая в точку, отзванивается логисту и говорит о том, что я прибыл, точку прошел, все нормально, поехал дальше. Второй способ – это настройка прохождения точек с помощью спутникового мониторинга. Это трекеры, установленные на собственных транспортных средствах. То есть от сигналов с датчиков, которые установлены на транспортных средствах, мы можем также формировать документы прохождения точек и фиксировать это также в онлайн-режиме в системе, где это будет все видеть логист. И, соответственно, еще один способ – это Android-клиент для водителя. Это исполнение рейса непосредственно водителем на мобильном приложении, на операционной системе, на телефоне, точнее, с операционной системой Android. Также чуть-чуть еще про рабочее место, да, не прошла по закладкам. То есть исполнение рейса – это мы видим точки, которые необходимо исполнить с плановыми датами. На закладке карты мы видим визуальный рейс, который необходимо проехать. А на закладке планировщиков в данном случае даже мы видим, что это по конкретному рейсу, мы видим точки, которые необходимо исполнить. Здесь перечень всех планированных рейсов. Здесь, соответственно, цветом обозначены точки, которые необходимо также пройти. Зеленым цветом указывается точка, которая уже пройдена. Красным точком по сравнению с линией дедлайна мы уже просрочили прохождение. И, соответственно, голубым цветом вот эти точки, которые необходимо пройти дальше. Сейчас мы продемонстрируем работу Android-клиента, мобильного приложения для водителей. То есть здесь непосредственно по конкретному рейсу уже на смартфоне установлен рейс, который необходимо исполнить. Соответственно, водителю попадает маршрутное задание, те точки, которым необходимо пройти на его мобильное устройство. Водитель видит все точки перечень, которые ему необходимо посетить. При необходимости водитель может проложить непосредственно из своего мобильного приложения маршрут до следования следующей точки. То есть в Android-клиенте открываются обычные карты Google или могут открываться карты Яндекс. И прокладывается маршрут с учетом текущих пробок на дорогах. После того, как водитель прибыл в точку, водитель отмечает, что он прибыл в эту точку. Фиксируется время прибытия фактическое в эту точку. Дальше водитель отмечает, что он начинает исполнение того или иного, то есть сдачи точек, погрузки или разгрузки. В настройках системы можно задать следующие параметры, как водитель может проходить эти точки. Это можно либо вручную отмечать выполнение каждой точки, либо же он может воспользоваться сканированием, то есть просто сканировать, например, QR-коды, которые наклеены на коробку или на грузовые места, тем самым также отмечая прохождение точек. Также в системе есть возможность задания настроек, что водитель не может сдать точку, если он не находится в определенном радиусе рядом с этой точкой. Так как мобильное приложение является GPS-трекером, то есть всегда отслеживает местоположение водителя. Мы всегда знаем, где наш водитель находится, если он исполняет наш рейс. Соответственно, система отслеживает, где находится водитель и может ли он в радиусе этой точки сдавать грузы. После того, как водитель произвел погрузку и разгрузку всех точек, у него есть такая же световая индикация на его приложение, в приложении, что пройденные точки у него отображаются серым цветом, текущее выполнение точки отображается зеленым цветом, остальные точки, которые необходимо пройти, отображаются синим цветом. При необходимости водитель при сдаче, у водителя могут возникнуть какие-то проблемы. На смартфоне также водитель может отметить, что у него возникла та или иная проблема, что, например, нет товара на погрузке или товар не поместился в машине. Соответственно, на каждой из этих событий в системе завязаны определенные действия, что необходимо производить с данным грузовым местом, Либо не производить никаких действий, либо вернуть данное задание обратно в планирование, то есть этот груз не загружается в машину, но доступен для следующего планирования на завтра, например, или на следующий период. Или же никаких действий с грузом не предпринимать. Если какая-то проблема возникла, например, при разгрузке товара, что товар не принимает, то система автоматически создает дополнительную точку на маршруте по возврату груза на склад, который необходимо будет водителю пройти. И это же задание опять падает водителю в смартфон, в его точках, что ему необходимо опять-таки в маршрутном задании будет еще посетить обратно, вернуть на склад возвратные грузы. Также водитель может посмотреть информацию по местоположению всех точек, которые у него расположены. Здесь опять-таки сразу же прокладывается маршрут до ближайшей точки, которую ему необходимо посетить. При необходимости водитель может отправить сообщение диспетчеру. Это могут быть какой-то набор уже готовых сообщений, либо же может ввести сообщение в произвольной форме и отправить его диспетчеру. Диспетчер получает это в своем рабочем месте у нас в системе рабочего места спутника мониторинга, где отображаются все сообщения от водителя и, соответственно, отображаются маршруты его следования. Также в системе реализован функционал корректировки рейсов, который находится в стадии выполнения, либо готового к выполнению, то есть в онлайн-режиме также возможно произвести корректировку того или иного груза. На стадии начала выполнения это, например, замена водителя. Вдруг, если мы узнали о том, что у нас произошла смена какого-то либо транспортного средства, неожиданно оно сломалось, либо замена сотрудника, неожиданно заболел. Либо корректировку возможно производить в момент выполнения, здесь у нас такие корректировки, соответственно, выполнение рейса, то есть в системе реализована возможность добавления либо исключения точек из рейса, тем самым в онлайн-режиме, если рейс исполняется с мобильным приложением, водитель также может видеть добавленную либо исключенную точку из его, соответственно, маршрута. Соответственно, когда мы прошли все точки, рейс считается в системе выполненным и, соответственно, приобретает статус уже выполнен. Как и ранее говорилось, по каждому рейсу мы можем рассчитать плановые расходы по данному рейсу. Ну, например, здесь, так как этот рейс исполнялся собственным перевозчиком, то здесь, соответственно, учитывается только самопланитель и затраты по страхованию груза. Соответственно, после того, как у нас рейсы выполнены и завершены, чуть позже мы расскажем, да, там о изменении статуса из выполненного завершен, если исполнение ведется собственным транспортным средством, то есть пока мы не закроем всего лист, у нас не изменится статус рейса. А также в системе реализована возможность контроля возврата документов. Здесь, сейчас мы быстренько через партнеров покажем, здесь в системе, соответственно, настраивается пакет документов у, например, заказчика, которые необходимо по окончанию рейса либо передать, либо получить от груза отправителя, от груза получателя, и, соответственно, вернуть по конкретному адресу те типы транспортных документов, которые выдавались ранее перевозчику, водителю. Соответственно, данный пакет документов настраивается также в системе, где устанавливаются определенные признаки получить либо передать документы, либо нам необходимо их, соответственно, вернуть. А также, как ранее тоже говорилось уже, в виде перевозки возможно настроить ограничения по исполнению рейса, например, запрет завершения рейса при наличии недополученных документов. Данный признак контролирует перевод статуса рейса из выполнения завершен, пока все документы по рейсу, которые установлены в пакете документов, будут возвращены. То есть это такой своеобразный контроль по завершению рейса для логистов. Соответственно, пока мы не создадим этот документ, не получим оригиналы, документы с печатями, мы не изменяем статус у рейса. Соответственно, крайний статус рейса – это статус «Завершен». На основании завершенных рейсов в системе реализована возможность ввода фактических расходов по рейсу. Этот документ возможно создавать непосредственно на основании рейса. Либо мы можем вводить сразу расходы по нескольким рейсам, либо обобщенные расходы по нескольким рейсам. То есть мы выбираем партнера-перевозчика, указываем способ ввода расходов, это обобщенные по нескольким рейсам, указываем список рейсов, которые исполнял нам тот или иной перевозчик, например, за неделю. И устанавливаем, соответственно, на основании актов, полученных от перевозчика, ту сумму, которую мы потратили на исполнение рейсов. На основании правил распределения расходов, система автоматически распределит эти расходы внутри тех заданий, которые были включены в рейс. Соответственно, она также, после того, как мы создали документ фактических расходов, мы можем создать документ фактических доходов по заявке. То есть если мы оказываем услуги по доставке груза, то, соответственно, мы получаем и фактические доходы по заявке. А также в данном документе возможно вводить доходы либо по одной заявке, либо по нескольким, либо создавать данный документ фактических доходов непосредственно на основании заявки. То есть указываем заявку и, соответственно, указываем фактические доходы, которые мы получили, выполняя данную заявку. Также в системе реализована возможность ввода прочих расходов. Данные расходы возможно ввести по транспортному средству, водителю, экспедитору, по рейсам, по виду перевозки либо в общий период. Это, например, такие, как аренда офиса. Это такие, как, например, стоимость страховок на определенный период. Указать период распределения данных затрат, и система будет уже распределять эту затрату на те рейсы, которые исполнялись, например, транспортным средствам, если мы хотим разнести стоимость осадки на период. Соответственно, по формированию расходов в теме реализован ряд отчетов, которые возможно просмотреть. Начнем, наверное, с анализа маржинальности по заявкам, как до этого показывали месяц. То есть здесь в этом отчете учитываются... В этом месяце мы не вводили. Плановые доходы, чтобы просто нагляднее было видно. То есть мы изначально в системе производим, на основании того, что мы, например, оказываем услуги, мы вводим плановые доходы, мы указываем также плановые затраты, это заявка распределенная в тот или иной рейс. Соответственно, по факту исполнения рейса мы указываем фактические затраты и также формируем фактические доходы, которые мы получили, исполняя данный рейс. То есть у нас вплоть до заявки учитываются все те статьи расходов и доходов, которые мы понесли, исполняя эту заявку, и указываются, соответственно, в данном отчете. Также возможно просмотреть отчет, это анализ расходов по рейсам. Мы же возьмем период более ранний, статус завершен. То есть здесь система также в разрезе даже заданий указывает нам, да, какие были плановые затраты у нас на исполнение того или иного рейса и какие фактические затраты мы понесли. Соответственно, рейс в разрезе заданий, рейс в разрезе статей. Соответственно, здесь можно сгруппировать вплоть даже, да, там по виду перевозки либо по перевозчику произвести группировку данного рейса. То есть эти все отчеты, которые реализованы в системе, такой своеобразный конструктор, те показатели, которые выведены, могут скрываться либо добавляться. То есть часть отчетов можно сформировать непосредственно под себя. А также есть отчет, это анализ рейсов. Ну, так же мы сейчас группируем. Вот, то есть указывается рейс, статус, кто возил, на чем возил, какое было расстояние запланировано, какое фактическое расстояние, где в данный момент находится груз, соответственно, представление рейса, откуда везлось, куда вернулось время, плановое время фактического исполнения рейса, количество заданий в рейсе, ну и, соответственно, все показатели, которые использовались в данном рейсе. И, соответственно, да, расходы, которые учитывались при исполнении данного рейса. Также есть отчеты по планфактному анализу маршрута. То есть здесь мы видим рейс, мы, соответственно, видим точки, которые были запланированы в данном рейсе, состояние, да, что он выполнен. То есть невыполненные рейсы у нас, они еще черненькие, выполненные зелененькие. Соответственно, плановые даты с фактическими разницами между планом и фактом также указываются в данном отчете. Если возникли какие-то вопросы по блоку управления перевозками, просим вас, соответственно, их указать, написать. Сейчас мы, соответственно, перейдем к следующему блоку. Это управление собственным транспортом. Я передаю слово всему коллеге Вячеславу Жукову. Спасибо. Коллеги, так как у нас комплексное решение, которое охватывает себя помимо управления перевозками, также управления собственным транспортом и умеет наша система консолидировать все затраты на перевозку, с учетом затрат на собственный парк. Система представлена следующая модуль. Это модуль управления транспортом, который состоит у нас из следующих блоков. Это блок управления транспортными средствами, это учет горюче-смазочных материалов, это учет шин, узлов и агрегатов, управление запасами, ремонт и техническое обслуживание, дорожные происшествия, управление документами транспортных средств и водителей. Сейчас более подробно по каждому блоку мы с вами посмотрим. Итак, блок управления транспортными средствами. Изначально в систему заводятся транспортные средства, которые будут участвовать в дальнейших перевозках. В транспортных средствах у нас указывается следующая информация. Это, собственно говоря, вид транспорта, который может шляться. Это может быть автомобильный транспорт, это может быть ЖД-транспорт, это может быть морской транспорт. Указывается тип транспортного средства. В типе транспортного средства у нас указываются Весогабаритные характеристики этого транспортного средства, типа транспортного средства. Указываются доступные географические зоны для данного типа транспортного средства. Доступность географических зон в дальнейшем участвует при планировании маршрутов. Указывается тип кузова и температурный режим. Опять-таки, данные параметры участвуют при планировании подбора транспортного средства на рейсы в соответствующих отборах. В типе транспортных средств могут быть заданы классы опасности для данного типа транспортного средства и устанавливаемое оборудование для данного типа транспортного средства. Далее в транспортном средстве указывается модель транспортного средства, которая наследует все характеристики типа транспортного средства, включая весогабаритные, а также дополнительные характеристики. Это печатная форма путевого листа по умолчанию, это допустимая нагрузка на ось и объем бака. Объем бака в дальнейшем контролируется перелив топлива, чтобы не произошло, что у нас заправка превышает уровень топлива, система об этом будет предупреждать. Также указывается норма расхода по каждой модели транспортного средства, задается расход либо на 100 км, либо на 1 час работы, в зависимости от того, что это транспортное средство, либо это оборудование. Соответственно, задается расход на 100 км, задается изменение расхода топлива, или так называемая транспортная работа. При необходимости можно задать расход на отопитель, задать школу температурных коэффициентов, как правило, зима-лета, в зависимости от того, какая температурный коэффициент стоит, увеличивается или уменьшается расход топлива. И формула расчета. Если формула расчета не задана, то по умолчанию используется формула по приказу Минтранса по расходу горючих смазочных материалов, но в системе есть возможность задания собственной формулы расчета ГСМ. Для этого, как уже показывали ранее, в режиме конструктора собирается формула из заданных показателей. В данном случае представлена простейшая формула, это расход на 100 км плюс транспортная работа. То есть формула расхода топлива. Соответственно, в модели транспортных средств также задается, могут задаваться норма расхода и дата, с которой данная норма расхода действует. Это, например, необходимо для того, чтобы можно было разграничить зима-лето, что зимой у нас с определенной датой вступают одни нормы, а лето вступают, соответственно, другие нормы расхода топлива. Далее, в модели транспортных средств у нас задается норма прохождения технического обслуживания транспортного средства. То есть задается вид ремонта, который оказывается техническое обслуживание, или ТО-1, ТО-2, ТО-3. И указываются плановые расходы по данному техническому обслуживанию. Указывается тип ТО – это периодическое или разовое техническое обслуживание. И, соответственно, указываются периоды, когда, если это периодическое техническое обслуживание, указывается период, когда нам необходимо проходить ТО. Либо там каждые 50 тысяч километров, либо там, условно, каждый год. Далее, в самом транспортном средстве задается график его работы. Как сказала перед этим моя коллега, это также участвует при планировании маршрутов на собственные транспортные средства. Подбирается то транспортное средство на текущую дату, в котором стоит график работы соответствующий. Задается гараж, к которым относятся транспортные средства. На вкладке основных характеристик указывается экипаж транспортного средства, то есть основной водитель, второй основной водитель и основной экспедитор, который участвует в транспортном средстве. После того, как мы ввели всю информацию по транспортному средству, нам необходимо принять к учету данные транспортные средства. Для этого в системе предусмотрен отдельный документ принятия к учету транспортных средств, в котором указывается следующая информация. Указывается дата принятия к учету транспортного средства, то есть дата, когда мы поставили на учет на предприятие. Указывается его остаточная стоимость транспортного средства и срок его полезного использования. Это необходимо для расчета амортизации транспортных средств. В системе есть возможность ввести различный учет по амортизации транспортного средства. То есть это либо пропорционально сроку полезного использования, либо же пропорционально выработке транспортного средства, то есть пробегу, который транспортное средство сделало за определенный период. Указывается последняя дата технического обслуживания и пробег, на котором был сделан техническое обслуживание для дальнейшего отслеживания ТО. Указывается при принятии к учету установленные агрегаты на транспортное средство, то есть в данном случае это шины и аккумуляторы. Указывается, если это были шины, ходовая это шина или запаска, для того, чтобы на ходовые шины начислялась выработка в дальнейшем, также участвовался расход по данным агрегатам, указывается остаточная стоимость, которая в дальнейшем будет списываться. Если, например, транспортное средство является тягачом, то можно указать, какие прицепы к данному тягачу у нас прикреплены, для того, чтобы система по умолчанию их подбирала. Также указывается пробег, который был на текущий момент при принятии к учету транспортного средства, пробег его до капитального ремонта, а также оказывается остаток ГСМ, которые остались в баке. После того, как мы приняли к учету транспортное средство, то есть оно может исполнять у нас рейс, участвовать в перевозках, после того, как мы спланировали маршруты на собственные транспортные средства, необходимо выдать путевые листы для того, чтобы осуществлять рейсы. Соответственно, для выдачи путевых листов у нас предусмотрено отдельное рабочее место диспетчера гаража, где отображаются спланированные рейсы, указывается, на какие рейсы выданы путевые листы, как видим, и на какие путевые листы еще не выданы. Фиктографами отображены уже завершенные путевые листы, выданные путевые листы или новые путевые листы. Соответственно, в путевом листе указывается следующая информация перед выдачей. Автоматически подтягивается начальный пробег транспортного средства по данным предыдущего путевого листа. Подтягивается начальный остаток топлива по данным предыдущего путевого листа. Дальше производится печатная форма путевого листа, который выдается водителю на рейс. Также указывается, если по умолчанию указывают механики и врача, которые по умолчанию будут поставлены в печатную форму путевого листа, где необходимо будет расписаться, и водитель может начать исполнение рейса. После того, как водитель вернулся из рейса, он задает путевой лист. Диспетчер либо ручную заполняет конечный остаток пробега, то есть конечные показания одометра, или же это может быть подтянуто при помощи системы спутникового мониторинга. По командам конечный остаток и конечный пробег, то есть система автоматически подтянет на момент закрытия путевого листа данные по конечному пробегу и остаткам топлива. Далее происходит расчет нормативного расхода топлива. То есть, соответственно, у нас вводится конечный остаток топлива и производится вход по норме. То есть, как мы видим, здесь в путевом листе представлен плановый расход по норме. Это то, что по спланированному маршруту мы должны были бы потратить сколько литров. Расход по норме, это согласно той формуле, которую мы заводили в модели транспортного средства, рассчитывается расход по уже фактическому пробегу и конечному тражу. И фактический расход – это начальный минус конечный плюс все заправки. Соответственно, диспетчер выводит все заправки, которые считались в рамках путевого листа. Указывает здесь вид ГСМ, указывает вид движения заправки, это любый слив, дата и стоимостные и количественные показатели. При необходимости, если заправка учитывается по топливным картам, диспетчер может указать, какая топливная карта участвовала в заправке. Если к водителю уже подвязанной транспортному средству закреплена за ней топливная карта, то она встает сюда по умолчанию. Путевый лист – это один из основных документов системы, который накапливает выработку как самого транспортного средства, так и выработку водителей. То есть также путевый лист накапливает выработку по работе агрегатов, установленных на транспортное средство. Это еще один из блоков системы учет шин узлов и агрегатов. То есть при поступлении транспортных средств мы указываем, какие агрегаты на нем установлены, указываем, какие вообще в целом типы агрегатов, типов агрегатов у нас используются на предприятии, где указываем их характеристики, например, если это шины, то указываем их вид, что это там шины, указываем высоту, ширину профиля резины, указываем сезонность резины, указываем норму эксплуатационного ресурса для каждого агрегата, чтобы в дальнейшем учитывать его выработку. При принятии к учету агрегатов в системе используется отдельный документ поступления агрегатов, то есть фиксируются, какие агрегаты, на какой склад у нас поступает, какая первоначальная и остаточный ресурс данного агрегата и оценочная стоимость. При выходе из строя агрегатов в системе предусмотрен документ списания агрегатов, то есть если агрегаты вышли из строя, то указывается просто склад списания, и данный агрегат списывается в систему, то есть списывается и снимается с учета. Также в системе предусмотрен отдельный блок, это управление запасами и запчастями, которые используются при ремонте, схожий с учетом шин, узлов и агрегатов, то есть мы указываем, какие материалы поступили к нам на склад, это могут быть материалы как гаючий-смазочные материалы, так и запчасти. Мы указываем здесь, на какой склад поступают запчасти, указываем поставщика, соглашение с поставщиком, указываем стоимостные и количественные показатели по каждому материалу. При выходе из строя материалов мы можем произвести списание этих материалов отдельным документом, списание материалов, где также указываем склад, указываем, какие материалы или ГСМ мы списываем, и соответственно они у нас в учетах уходят. Можно осуществлять перемещение материалов и агрегатов между складами, то есть это соответствующим документом делается перемещение между складами. То есть если в компании используются несколько складов, необходимо переместить запчасти или агрегат с одного склада на другое, то мы указываем склад-правитель, склад-получатель и агрегаты или запчасти, которые необходимо переместить между складами. Для контроля ремонтов и технического обслуживания в системе предусмотрен отдельный блок «Ремонт и техническое обслуживание». Основным документом данного блока является документ «Ремонт и техническое обслуживание». В данном документе отображается следующая информация – это транспортное средство, на котором осуществляется ремонт или техническое обслуживание, вид ремонта, это может быть техническое обслуживание, это может быть мелкий ремонт, капитальный ремонт. Соответственно для каждого вида ремонта по умолчанию могут быть заданы перечень его работ, а также количество необходимых выполняемых этих работ. В каждой работе мы можем указать примерное время выполнения, плановое время выполнения данной работы, что в дальнейшем суммируется и выходит в плановое время в целом всего ремонта. Далее мы указываем плановые даты ремонта, которые не запланированы. Также в документе потом фиксируется по факту дата выполнения этого ремонта. Ремонт может осуществляться как собственными силами, так и сервисной организацией, то есть в системе это предусмотрено. Если ремонт выполняется собственными силами, то указывается гараж и место ремонта. Если указывается сторонняя организация, то указывается сервисная организация, соглашение и адрес ремонта, куда неделю необходимо сшить ремонт. Соответственно, в данном документе также представлены работы, которые были выполнены по ремонту. На вкладке работы, на вкладке ГСМ представлены галючо-смазочные материалы, которые использовались при ремонте. На вкладке запчасти отображаются запчасти, которые были использованы при ремонте. Если вид ремонта у нас замена агрегатов или замена шин, то, соответственно, будут доступны соответствующие вкладки. В данном случае доступны вкладки шины и узлы и агрегаты, где мы можем указать, что при данном ремонте какие шины и узлы и агрегаты были установлены на транспортное средство. Также в документе ремонт у нас указывается информация о плановой стоимости ремонта, для того, чтобы потом производить планфактный анализ, а также период распределения, то есть на какой период по рейсам нам необходимо распределять затраты по данному ремонту. То есть мы указываем даты, и все рейсы, которые попадают в указанный период, на них распределяются затраты по ремонту. Для удобства управления ремонтом в системе предусмотрены некоторые рабочие места. Например, рабочее место планирования ремонта в предусмотрении для того, чтобы удобно планировать ремонты. Например, данное рабочее место представляет собой календарь. И заявки на ремонт, которые еще не распределены, которых еще не назначено определенное время. То есть мы можем простым перетаскиванием указать, что, например, на данный гараж центральный, данное место ремонта, на указанный период запланирован следующий ремонт. Соответственно, следующую заявку можно запланировать на следующее место ремонта или же наоборот ее переместить в рамках текущей. То есть видим, что здесь никакого конфликта нет. То есть мы успеваем в планированное время сделать ремонт. Соответственно, запланированный ремонт отображается вот таким желтым цветом, начатый ремонт отображается зеленым цветом и завершенный ремонт отображается таким большим цветом в системе, для того, чтобы на данном рабочем месте все это отслеживали. Также в системе для учета технического обслуживания предусмотрено отдельное рабочее место управления ремонтами, где представлен список транспортных средств. Во втором окне указаны документы ремонта по данным транспортным средствам и статус, по которым сразу видно. Зеленый статус означает, что транспортное средство не требуется в техническое обслуживание. Соответственно, треугольничек с восклицательным знаком указывает, что данное транспортное средство скоро понадобится техническое обслуживание. И красным цветом выделено транспортное средство, по которому уже начат ремонт. Соответственно, вот здесь мы видим, что как только мы выбираем транспортное средство, внизу подсвечивается таким жирным цветом, шрифтом, что ремонт уже начин. То есть, соответствующий ремонт данному транспортному средству. В данном рабочем месте у нас представлена информация о техническом прохождении данных о следующих технических обслуживаниях. То есть, указано, сколько, например, осталось пробега до технического обслуживания. Или же указывается в итоге на основании этих данных технического обслуживания или по паспорту сколько раз в год, например, необходимо делать, то вычисляется прогнозируемая дата. То есть, рассчитывается среднесуточный пробег транспортного средства на основании данных по путевых листам. И рассчитывается дата, когда закончится у нас пробег до следующего технического обслуживания. Соответственно, с данного рабочего места можно непосредственно создать новый ремонт и запланировать техническое обслуживание этого транспортного средства, которые могут исполняться в сервисной организации или собственными силами. Для учета документов в системе предусмотрен отдельный блок. Это управление документами транспортных средств и водителей. Изначально заводятся типы документов транспортных средств, которые используются на предприятии. Например, водительское удостоверение, лицензионная карточка, паспорт, страховка. То есть можно создавать свои какие-то собственные типы транспортных документов. В типе транспортного документа указывается, на кого выдается данный документ. Он может выдаваться либо на транспортное средство, либо на водителя. Либо как страховка одновременно выдается и на транспортное средство, и на водителя. Дальше указывается допустимое количество транспортных средств, указываемых в документах. То есть документ может оформляться как на одно транспортное средство, так на несколько. Так и, возможно, выдача без ограничений указанного числа транспортных средств. Аналогично то же самое с водителем. То есть можно даваться на одного водителя, на несколько, так и без ограничений, например, как страховка. Дальше указывается срок действия данного документа. Например, страховка действует один год. И выставляем, за сколько дней необходимо предупреждать, чтобы система предупреждала, что срок данного действия документа заканчивается. Соответственно, в общем списке документов, транспортных средств, мы видим уже в знакомой пиктограмме, что красным цветом у нас отмечены просроченные документы. Треугольничек такой с восклицательным знаком означает, что у нас как раз таки система предупреждает, что скоро в течение 30 дней, например, закончится срок действия данного документа. И зеленым отображается срок действия документа, который еще не истер. И, соответственно, там не настало 30 дней до его окончания. В системе есть возможность фиксации штрафов во время исполнения рейса. То есть могут приходить какие-то штрафы или происшествия, которые связаны. Все это фиксируется отдельным документом штрафа. На основании данного документа в системе может быть создан документ служебного расследования, в котором может быть указано, какой сотрудник, повинять какого сотрудника был штраф. Либо это ущерб несет на себе организация, либо же сотрудник. То есть указываются ответственные лица, указывается размер штрафа, который мы собираемся именно с ответственного лица. Соответственно, это будет небольшая депримация водителей. Или же наоборот, весь штраф там ложится на предприятие, потому что там это повинен, например, логиста или какого-то другого сотрудника. То есть необходимо было произвести разгрузку в неположенном месте и так далее. Также в системе есть возможность фиксации дорожно-транспортных происшествий, происшествий в пути. Это фиксируется отдельным документом происшествия пути, в котором указывается информация, когда данное происшествие произошло, что была за проблема, например, поломка транспорта, какое действие было предпринято, что если это несерьезная поломка транспорта, она была встроена на месте, то мы продолжаем, например, лезть. Или же это было ДТП, также все это указывается здесь. Также указывается точное местоположение дорожно-транспортного происшествия, может быть указан номер справки ДТП и описание каких повреждений, то есть какие повреждения в данном случае при данном ДТП были. Указываются участвующие сотрудники, участники данного ДТП, если это было ДТП, и какая-то дополнительная информация может быть указана. Опять-таки на основании данного документа может быть создано служебное расследование, в рамках которого мы можем, например, оштрафовать того или иного сотрудника. Для исполнения рейсов в системе также у нас предусмотрено отдельное рабочее место для контроля, где находится наш транспорт, или где находится наемный транспорт, который использует Android клиент. Это рабочее место спутникового мониторинга для как раз-таки отслеживания местоположения транспортных средств и отображения маршрута. В данном рабочем месте у нас представлены транспортные средства, на которых установлены трекеры. Если, например, могут быть данные датчиков, которые установлены в машине, это могут быть температурные датчики и так далее, то есть в системе отображается, какая температура на каком транспортном средстве на текущий момент, если это критично. Здесь же отображаются события, которые происходят, например, что прибыл в точку, начал работу на точке, убыл в точке, какая-то проблема в точке появилась, или сообщение, которое пришло от водителя, все это фиксируется в данном окне. Соответственно, видимость этих событий у нас регулируется. Вот окно справа, которое позволяет отображать те или иные события. При необходимости диспетчер непосредственно с данного рабочего места может отправить сообщение водителю на конкретное транспортное средство или на конкретное мобильное устройство водителя. В любой случае можем посмотреть, где находится транспортное средство, посмотреть его плановый и фактически маршрут исследований из данного рабочего места. У управления собственным парком есть ряд отчетов, которые мы можем посмотреть. Например, контроль движения ГСМ, то есть как раз-таки можно посмотреть все, что связано с галючемазочным материалом, как в рамках путевых листов, так и вне рамках путевых листов. То есть это какая-то заправка, которая там или технический ремонт, при котором осуществлялся слив или заправка галючемазочных материалов. Здесь как раз-таки указано, какой был начальный остаток, производилась заправка или слив, фактически расход топлива, конечный остаток на литров на конец периода, указаны плановый расход топлива, отклонение от плана, нормативный расход, отклонение от нормы. Все фиксируется в данном отчете, подсвечивается, что, например, в данном рейсе был перерасход на определенный процент отклонения. Все это в данном отчете отображается. Есть отчет о контроле расхода ГСМ именно по рейсам, то есть это непосредственно в рамках конкретных путевых листов. Можем посмотреть по конкретным рейсам, какие были расходы по топливу. Также есть отчет по выработке агрегатов, то есть указываются агрегаты, на какие транспортные средства эти агрегаты установлены, указывается их выработка и отклонение от нормативно-эксплуатационного ресурса. Мы всегда можем увидеть, какие агрегаты нам необходимо будет скорость заменить при помощи данного отчета. Также мы можем контролировать, например, остатки запчастей на складах и при необходимости дозу купать. То есть если мы видим, что остатки на складах по запчастям для ремонта у нас стало меньше на определенный период, мы сформировали или посмотреть, какими документами у нас списывались запчасти, поступали запчасти. То есть для этого предусмотрен отдельный отчет остатки оборотов материала на складах. Коллеги, мы завершаем наш вебинар. Если у вас остались какие-либо вопросы, у вас есть три варианта. Первое – обратиться к своему менеджеру. Второе – позвонить нам по телефону 495-961-2609 или написать нам письмо на почту om.olgamihail.sobach.axilot.ru Еще раз напоминаем, что материалы данного вебинара вы можете найти на сайте учебного центра Axilot и на канале YouTube, который называется Axilot. Всем большое спасибо за внимание. Моим коллегам тоже спасибо. Пока. До свидания.